Привет, ребят! Сегодня из обычного вот такого полотенчика из фикс прайса за 55 рублей, по-моему, я сделаю своим крыском два гамака и покажу вам, как это сделать. Что нам для этого понадобится? Ножницы, иголочки, нитки и еще одни нитки побольше, чтобы потом завязать гамачок. И, в принципе, полотенце. Вот оно вот такое. Мы разрезаем пополам вот так это полотенце. Ой, да, это полотенце. Вот, я сложила его напополам, чтобы было более удобно и ровно его резать. И, в принципе, начинаем резать пополам. Получилось вот два таких кусочка. Теперь один кусок мы откладываем пока. И этот кусочек мы тоже кладем вот так вот напополам и разрезаем. Тоже. Так, берем и режем. Дальше нам нужно вот этот кусочек сложить пополам. И вот этот кусочек тоже сложить пополам. Это получится вот такой один гамачок. Вот так он будет, в принципе, выглядеть в полной мере. Но теперь вот с этими половинками мы проделываем как. Мы сшиваем все вот эти части вот так вот. Оставляем маленький кусочек, например, вот здесь. Вот тут все сшили. Маленький кусочек. Выворачиваете гамак, чтобы не было швов видно. Или, если вам нормально, вы можете не выворачивать. Сразу сшиваете и оставляете. С этой тоже вот так проделываете. Сшиваете все уголки. А дальше покажу. Так, вот что получилось. Я уже вывернула. Остался вот такой маленький кусочек. Нужно его тоже зашить. Вот зашиваем тоже. И вот такой вот получается кусочек. С вот этим куском тоже так же проделываем. Вот получились наши такие тряпочки. Я их сшила. И теперь, смотрите, кладем одну тряпочку. И вторую мы вот так параллельно. Как бы крест-накрест вот так вот, смотрите. Одна лежит и вторая. Сейчас еще раз покажу. Вот положили одну тряпочку, а вторую вот так вот. И теперь нам нужно сшить уголочки. Вот это будут выходы наших крысок. Сшиваем и сшиваем вот тут вот. Сейчас поближе сниму. Вот здесь сшиваем. И вот тут сшиваем. А это такой выход будет у крысок. Здесь мочка будет торчать. И вот тут мочка торчать будет. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите. Я немножко по-разному пришила. Тут как бы такой туннельчик получился напрямую. Подвешивайте. И вот крыска туда может залазить и лежать. И вот так вот я сделала. Нескосок, как я вам показывала. Вот так вот крысочка ложится. И вот так вот там лежит. Как тапочек такой получился у меня. Теперь мы берем большую иглу. Либо же карабины. Если у вас какие-то есть карабинчики, вы можете использовать их. У меня нет карабинчиков. Я беру иглу большую и толстую нитку. Вот так вот отрезаю. Продеваю сквозь иголочку. Продеваю сквозь иголочку. Прокалываем вот тут в углу. Как-нибудь так. Протягиваем. И продеваем. Легко, быстро. Длину, которую нам надо. Отрезаем. Вот, в принципе, один гамачок готов. Можем вот тут так вот завязать. Чтобы, если вдруг, не выскочили ниточки. Вот так вот. Опа. Гамак готов. Осталось только сменить. Вот этот синий большой снять. Видите, у меня тоже такие веревочки тут повязаны. И он, видите, какой большой. Прям квадратный получился. Тут 4 выхода здесь, здесь, здесь и здесь. Мои масяканы так носик высовывают. Такие, ой, 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 как хорошо спится. И крыска может также сверху тут лежать. И внутри, и сверху. Очень удобно. Вот, я сняла, чтобы вы понимали, как выглядит. Вот, видите, 4 выхода. Квадрат. И вот так он висит. Большой такой. Удобненько. А этот, конечно, поменьше получился. Блин, я очень маленький сделала, конечно, гамачок своим крысюканам. Смотрите, Мигеля еле влез. Жопка торчит такая. Ну, ребят, в принципе, вы поняли, как можно сделать. Я просто... У меня уже есть такие большие гамаки. Смотрите, прям огромные. Там мои крысы помещаются в них. Но это, конечно, больше для хомячков. Размер, наверное, какой-то. Мигеля туда не влез. Да, Мигелька? Ну, смысл видео вы поняли. Спасибо, что вы смотрели это видео. Делайте сразу вот такой большой гамак, квадратный желательно. Чтобы было 4 выхода, а не 2. Все. Всем пока. Мигелькар. Мигелька. Продолжение следует...